Тачка садовая одноколесная. При осуществлении ремонтных и огородно-садовых работа у хозяина должна быть тачка. Но перед ее покупкой нужно предварительно ознакомиться с характеристиками представленных в магазине садовых тачек, чтобы выбрать качественную. Описание одноколесной тачки для сада. Казалось бы, на первый взгляд простая задача – выбрать одноколесную тачку для садового участка, но существует целый ряд критериев. И рекомендации, на которые нужно полагаться. Удобство использования напрямую зависит от критериев, которые предъявляются к садовой тачке. Тачка садовая одноколесная. Тачка садовая одноколесная покупается после оценки следующих параметров – конструкции, диаметра колеса, величины кузова, из чего изготовлен кузов, материал, насколько прочная рама компании-производителя. При выборе тачки очень важна маневренность, поэтому одноколесная садовая тачка – как нельзя лучше справиться с этой задачей. Главное – использовать ее на твердом грунте, что поможет снизить прикладываемые усилия. Как выбрать? Кроме вышеперечисленных параметров важно обратить внимание на следующие характеристики. Грузоподъемность общей габариты напрямую зависят. От грузоподъемности и вместимости садового инвентаря. Чем шире верх конструкции, тем большая у нее грузоподъемность. Когда выбирается тележка садовая одноколесная, этот параметр учитывается в первую очередь. Если планируется использование конструкции в закрытом помещении, то нужно учитывать ее ширину, так как она должна пройти в дверной проем. Чем шире верх конструкции, тем большая у нее грузоподъемность. К наиболее распространенным относятся модели с грузоподъемностью 70-130 кг. Тяжесть управления конструкцией напрямую зависит от ее веса. Поэтому, чем больше грузоподъемность, тем тяжелее тачка. Колеса у садовой тачки может быть от 1 до 4 колес. Одноколесные садовые тачки имеют следующее преимущество. Маневренность не тяжело управлять, удобно огибать углы и хорошо входит в оворот. Из недостатков неуправляемо на вскопанной мягкой почве. Обратите внимание, чтобы перевозить большой груз на тележке, нужно выбирать тачки с трех или четырьмя колесами, так как вес груза будет равномерно распределяться. На все точки опоры, тем самым делать управление конструкцией проще. Арматизация конструкции зависит от того, насколько широко расположены колеса. Рама за прочность и устойчивость тележки отвечает рама, поэтому она является основой всей конструкции. Тележка, изготовленная из цельных труб, является самой надежной, так как она литая. Гното-сварная рама также отлично подойдет для садово-городных работ, но есть риск быстро выйти из строя. Для хорошей опоры сзади и по сторонам нужно прочно прикрепить кузов к раме. Главное, чтобы крепление было по всему периметру. Гното-сварная рама еще одним критерием выбора являются опоры. Они должны быть качественными, чтобы рама равномерно опиралась на грунт. Важно, если тележка приобретается для работы с сыпучими или жидкими веществами, то ребро жесткости на ней должно отсутствовать, так как оно будет только мешать. Ручки-ручки являются неотъемлемой частью любой тележки. Существуют они всего двух видов, две параллельные ручки, одна продольная. Параллельно размещенные рукоятки отлично подходят для одноколесной тачки, так как она держится практически на весу. На рукоятках обязательно должны быть пластиковые или прорезиненные рифленые накладки, которые обеспечивают комфортный обхват. Материал немаловажным критерием покупки является и материал, из которого изготовлена конструкция. Главное, чтобы он не пострадал ни от погодных условий, ни от негативного воздействия перевозимых веществ. Тачка приходит в негодность, когда на ней образуется ржавчина. Чтобы у конструкции был долгий срок эксплуатации, нужно выбрать качественный материал. Тачка приходит в негодность, когда на ней образуется ржавчина. Оцинкованная сталь и порошковое покрытие считаются одним из лучших материалов. У первого варианта высокая коррозийная устойчивость, он эстетичный, не появляется ржавчина. Порошковое покрытие имеет следующее преимущество – повышенная стойкость к внешним факторам, достаточно прочная, износостойкая практически не поддается механическим повреждениям. Обратите внимание, часто на рынке можно встретить конструкции из пластика. Единственное, их мину не перевозят с тяжелых грузов. В остальном у них очень много преимуществ, они не уступают оцинкованным тележкам. Главное, за ними правильно ухаживать. Обзор лучших моделей одноколесных тачек для сада. На отечественном рынке представлено много мировых брендов, лучшими из которых считается ЛК «Германия». Производитель выпускает целую линию оборудования, которая предназначена для сельскохозяйственного использования. Выпускаются модели как для садоводов-любителей, так и для профессионалов. Производитель наиболее востребованный, так как цена на оборудование доступная, в то время как качество высшего класса. Forkitae. Модельный ряд этого производителя очень богатый. Качество оборудования подтверждают европейские сертификаты. У инвентаря высокие технические показатели. Цена соответствует качеству. Gardena, Германия. Продукция этой компании не должна остаться без внимания. Инвентарь высокого качества и достаточно разнообразный. Модель для себя подберет даже самый требовательный садовод. На советском рынке примерно 50 лет. Heimerlin, Франция. Этот производитель поставляет на российский рынок не только качественное садовое оборудование, но и инструменты для других видов работ. В особенности строительных. Конструкции с каждым годом становятся все более совершенными. For World Anglia. Компания-производитель на рынке с 2002 года, но уже выбилась в лидер по части поставок качественного садового инвентаря. В России открыто большое количество филиалов и сервисных центров, что позволяет обратиться за помощью непосредственно к производителю. На сегодняшний день компаний и производителей садового инвентаря очень много, поэтому найти товар по своему вкусу сможет любой садовод. Сборка садовой тачки с одним колесом своими руками. Для некоторых садоводов лучше всего, когда инвентарь сделан своими руками. Для этого они прилагают некоторые усилия. Сборка садовой тачки с одним колесом не займет много времени. Чтобы собрать такое оборудование и усилить его сопротивляемость, нужно установить пневмоколеса. В первую очередь рекомендуется начертить чертеж. Придерживаясь деталей, готовится садовый инвентарь. Для сборки тележки понадобится бочка, брус пневмоколеса, трубы для сварки рамы. Тачка с одним колесом своими руками сперва монтируется из труб рамы, которую можно дополнительно усилить. На нее устанавливается бочка, предварительно разрезанная пополам. Укреплять такую конструкцию нужно с помощью сварки. Корпус крепится на брус, который выступает в качестве опоры. Колесо крепится с помощью гайки, и тачка готова. Любое оборудование нуждается в уходе, чтобы срок в эксплуатации был дольше. Для этого его прячут под навес в гараж или сарай. После использования моют или протирают. Не стоит пренебрегать критериями выбора качественной садовой тачки, иначе можно купить не то лоб, что хотелось. А еще не рекомендуется ориентироваться на цену, ведь даже дорогой товар может сломаться на следующий день после покупки. Ну, а если из представленного производителями модельного ряда все равно ничего не подходит, сборка тачки садовой возможно своими руками. Как описано выше.